Здравствуйте! Итак, Самаре впору настраиваться на то, что в ближайшее самое время у города появится новая глава. Я всем рекомендую в этой связи запомнить имя Елены Лапушкиной. Это, конечно, пока неофициальная информация, но если депутаты нашей Гордумы выберут кого другого из трех претендентов, то я прям буду искренне поражен. Пока же хочу порассуждать о этапе отбора и кастинга кандидатов. Вот слушайте, в будущем с этим точно надо что-то делать. Почти пять десятков соискателей, это, конечно, очень интересно, но именно количество, а главное все-таки качество многих выдвиженцев превратило серьезную процедуру во многом в балаган. Кто во что гораздо был на этих самых собеседованиях, кто просто нарисоваться или там презентовать себя или свои проекты хотел, кто ради веселухи поучаствовал или заявлялся уже на другую какую должность. Ну как-то вот не так, по-моему, все-таки должны определять главу Самары. Крайне низкий уровень подготовки большинства. Это, конечно, очень печально. Печально, когда претенденты на должность главы Самары не знают, сколько в Самаре районов. Многие безработные и вовсе почему-то решили, что конкурс на место главы города — это отличный вариант трудоустроиться. Среди участников конкурса было 10 человек, которые не работают. Это был вариант найти место работы и трудоустроиться. Да нет, я уважаю желание заявить о себе, потому что у кого-то было, видимо, желание для того, чтобы их заметили, для того, чтобы, возможно, их использовали не только в должности главы городского округа Самары, а использовали их опыт на каких-то других позициях. И это, в принципе, тоже достаточно хорошо. Потому что, проводя вот это вот собеседование, мы отметили для себя, для членов конкурсной комиссии, о том, что у нас очень много ярких людей. И они заявились в конкурсе. Были предложены программы членам комиссии, были предложены свои видения развития города. И, естественно, все это сейчас будет взято на заметку. Да, не спорю, были и достойны интересные личности, которые предлагали и какие-то очень интересные идеи, и могут, наверное, принести пользу городу лично на административной работе. Но все равно это не уровень выбора главы города из множества подготовленных к этой работе людей. По мне, так в этом наборе соискателей можно было на равных обсуждать и оценивать только две кандидатуры Елены Лапушкиной и Вадима Андреевича Василенко. Василенко свою кандидатуру снял, так что, по-моему, без вариантов остается. Тем более, что чуть ли не половину вот этих соискателей вполне логичным было бы вообще и не допускать до этапа собеседований и не тратить на них время. Любой открытости мера все-таки должна быть. Многие как-то вот вовсе на расслабоне же участвовали. Есть утвержденный перечень документов для выдвижения о доходах, об имуществе, об образовании и так далее. Ну так будь добр, предоставь их. Ну вот по моей информации полный пакет документов смогли или там захотели предоставить. Только 26 человек, чуть больше половины. Это что, вот нормально? Их ведь все равно выслушивали, спрашивали, там, тратили на них время. Нет документов, не подготовился, как полагается, не смог продемонстрировать дисциплину, собранность даже вот на этом этапе. Или не захотел открывать всех своих подробностей там своей жизни. Да свидос. Правила должны быть едиными для всех. А то это уже даже и неуважение к тем, кто заморочился, собрался там справочки и бумажки и предоставил комплект документов в полном объеме. Ну это все-таки вот этим надо заниматься. Это все работа над ошибками в будущем. Ну а во вторник увидим, как депутаты городской думы будут избирать нового главу Самары. Свой прогноз я уже дал. Я как зампредседателя комиссии не могу из трех выделить одного. Но мне кажется, они все яркие. Но, конечно же, главой города может быть только один человек. Поэтому я для себя решение приняла, за кого я буду голосовать на заседании Думы, которое состоится 26 декабря.